Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти В Госдуму будет внесен законопроект, позволяющий автомобилистам заключать договор ОСАГО на срок от одного месяца до одного года Авторы инициативы уверены, что существующий стандартный срок действия автогражданки один год Многих автомобилистов не устраивает Например, имеется в виду ситуация, когда машину надо просто перегнать из одного региона в другой Либо гражданин планирует передвигаться на авто только в течение дачного сезона По словам парламентариев, зачастую такие водители ОСАГО не приобретают, предпочитая заплатить 800-рублевый штраф Трасса 101 В России могут снизить или отменить транспортный налог для электромобилей Речь идет о территории всей страны, а не об отдельных регионах Инициатива исходит от Министерства транспорта Кроме того, чиновники говорят о необходимости внедрения прочих мер поддержки владельцев зеленых авто Это бесплатный проезд по платным трассам, развитие сети зарядных станций, создание системы хранения и утилизации отработавших аккумуляторов, определение зон, куда на машинах с двигателем внутреннего сгорания въезд запрещен Трасса 101 Сохранилась ли у водителей привычка предупреждать других шоферов о находящемся неподалеку на ряде ДПС? Да, по данным издания, за рулем дальним светом в этом случае мигают более 70% опрошенных Почти 20% делают это по настроению В разряд противников данной традиции попали 5% участников исследования Некоторые из них объясняют это просто, не надо мешать гаишникам работать, автомобилем может управлять нетрезвый водитель Трасса 101 А в Европе впервые за долгие годы появится новая автомобильная марка Бренд получил название Олимп, его родина Австрия Начало массового выпуска машин запланировано на первую половину 2023 года Изначально это будут электромобили Олимп Гермес Они будут оснащаться моторами мощностью 350 лошадиных сил Запас хода 700 километров Модельный ряд будет состоять в том числе из внедорожника, пикапа и микроавтобуса В дальнейшем австрийцы рассчитывают выпускать и водородные автомобили Трасса 101 В Китае стартуют продажи семиместного легкового автомобиля Который претендует в название самого дешевого в мире авто с таким количеством мест Цены на Вуллинг Джиахен в переводе на рубли начинаются с отметки 604 тысячи Максимум 900 с небольшим тысяч Модель оснащается полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 147 лошадей Трансмиссия вариатор Снаружи и внутри автомобиль выглядит, конечно, скромно Среди опций мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным экраном, голосовое управление, USB-разъемы для гаджетов На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Продолжение следует...